Доброго времени суток, дорогой мой зритель! Сегодня мы продолжаем эпопею с Факторио. Это у нас будет второй эпизод прохождения выживача на чужой планете с видом сверху. Я пишу второй эпизод, пока еще не знаю, что нас ждет и что мы будем делать. Напоминаю тебе, что я играю со своим другом Беликором. Он у нас сервер, игра хостится у него, то есть я к нему подключаюсь. Так что, думаю, можно в принципе приступать. Ты пожаловался, что у тебя оборудование не тянет в сервер. Что мне не тянет? Оборудование в сервер не тянет, да? Ты знаешь, я бы хотел потроллить свой новый компьютер, но нет, у меня не тянет мой этот самый провайдер интернета. Точнее, я его обманул, когда подключал интернет. Но этот обман длился всего лишь полгода. И они такие, а что это у нас пользователи халявными айпишниками прямыми пользуются, пускай и динамическими. И засунули нас всех в НАТ. То есть, раньше ты подключаешься по L2TP и получаешь прямой адрес динамически, но у себя на железке. И можешь порты пробрасывать, быть сервером, быть кем угодно. А когда ты за двойным НАТом, все. Халява кончилась. Ну да. Так что, запускаемся? Да, да, давай. Какие у нас, кстати, планы-то? Слушай, я тебе так скажу. Из планов надо... Я пока красных точек, то есть на нас вроде как никто не нападает, да? Пока не нападает, ну... А что по сканерам? А эти сволочи наши сканеры по уничтожали? Ну, которые это радиолокационный. Абъекция. У меня его нету. Я же их два ставил. А, нет. Нет, один. Вот, есть один. Наверху, да, есть один? Я поставил. Ты поставил? Или его не было? Я уберу. Его не было, я поставил. Он не в инвентаре лежал. Правильно, правильно. Правильно, правильно. Это хорошо. Пускай уж лучше он у тебя в инвентаре лежит. Так, вот он. Сканирование сектора. Ага. А, последний пользователь. Здоровье полное. Потребление 300 киловатт. А, прожорливая скотинка, я тебе хочу сказать. Так, ну что, вроде же отсканил. О, скорострельность оружия, это тема. Надо, да, кстати, методы защиты развивать. Че там, че, че там надо делать для того, чтобы было хорошо? Как-то это звучит, да, забавно. Так, а почему у нас вот это вот, типа, не работает или че? Лаборатория мануэль... Почему-то не работает. Или работает уже? Работает сам будет. А, ты пришел и починил, все, я понял. Слушай, ну, тогда пользуюсь случаем, знаешь че, надо патронов наделать. Вон же у тебя там патрон делается. Вон же это где? В смысле у нас автоматизация патронов есть? Да? А я, а я... Капитан, у тебя будет подпечиваться, что лежит в пульте. Альдус. А, слушай, правда. Блин, а молодцы разработчики. Слушай, фигашеньки. Так это я зазря, получается, да, потратил. Ведь, кстати, можешь стать вот, например, на... На конвейер и надеть кнопочку F. Он сейчас уберет с конвейера. Встать на конвейер надо? Или как? Да, не могли бы, как бы, что F. Эм... 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 Не, ну, это он же забирает пластины. А из пластин потом делает этот самый, ну, патроны. Я имею в виду, чтобы пополнить ресурс, ты встаешь на конвейер и нажимаешь, и... А, это ценно, это ценно, да. Спасибо тебе. Так, ну, мне нужно взять 200 патронов и положить в инвентарь. Вот, теперь... Я ж тут нашкодничал, да, я ж забрал. Надо отдать. О, все. По-братски, все. Тебе автомат нужен, кстати? Да, есть. Да, у меня их просто три. И четыре пистолета. Интересно, а их можно как-то переплавить, разобрать там, то есть... Нет. Бур, который добывает камень. И у него не хватает топлива. А топливо это у нас... А, вон, древесину я ему подкину, пускай. Пускай работает. Нечего прохлаждаться. Так, а тут у нас показывает, что якобы нету электричества. А как так может быть? Ну, перестраивали, конечно. А, и вот еще, кстати, тут же у нас есть ремонтная работа. Ага, сейчас я пойду отремонтирую. Так, я тут что нашел, отремонтировал. Блин, слушай, как же прикольно. Не, неплохо, неплохо вообще. Молодцы, интересную задумку сделали. А почему я бегаю в костюме Деда Мороза? Наверное, потому что... Новый год к нам спешит. Фанки-шит, фанки-шит. А нам еще железную руду надо добывать. Вот тут она, маленькие кусочки есть. Можешь поставить бур какой-нибудь. Да, вот здесь надо ставить бур. Примерно так я обозначил. А вот у нас тут без электричества бедняга стоит. А почему так он стоит? Это просто поставил так, да? Так, я вижу, у нас поломаны элементы. Все, я починил ленту. Интересно, а есть где-нибудь система определения вторжения, ну, превентивная, так скажем? Ну, чтобы, знаешь, там запищала. АЛЕРМА! Инкоминг! Там что-нибудь типа того. Не знаю. Вполне. Потому что, если эти твари опять наплодятся и к нам пойдут войной, будет печально. Они наплодятся, когда только вот красным польюшим на них выйдет. Если мы успеем до этого, то в момент якуния что-нибудь пойдут. Слушай, а что это за конвейеры такие здесь внизу? Это я сделал основной конвейер. Где вот это надо уходить и делать на конвейер? Ага. Ага. А периметр безопасности мы как-то будем формировать? Или мы еще не умеем такое делать? Пока нет. Ты нажми. Берем сверху. Ой, подожди. Я ткнул в скорострельность оружия. Мне это так нравится. Мне это так надо. Еще пока не знаю зачем, но... Не, ну, скорострельность оружия, это же всегда круто. А, слушай, я немножко не понимаю. Ты, наверное, чуть-чуть это... Может, меня направишь? А как мне помочь? Ну, что мне сделать, чтобы понять, что надо делать, чтобы скорострельность оружия развивалась? Или она сама по себе как бы делается? Вот есть вот такие лаборатории. О, да. Вот это лаба, да? В ней стоит колбочка. А может, нам нужно... Исследуется. А может, нам надо еще одну рядом такую же поставить? И там другую колбочку какую-нибудь? Может, поставить еще одну рядом. Нам нужно автоматизировать производство. Так, а у нас, получается, винтики и медь, да? Попадают в сборочный автомат. И он производит, я так понимаю, красную колбочку, да? Правильно? То есть нам нужно вот эти красные колбочки попроизводить? Красная колбочка хватает. А че не хватает? Так, стоп. Какие-то зубки. Вот это, что, помотивировать надо. Как мы все обычное производство. Я вот че подумал. Раз мы тут, ну, шороха навели, может, электричество добавить? Добавить электричество, да. Уж не будет. Угу. Теперь вспоминаем, как это делается. Нажимаем сюда. Нет, сюда. Мне нужно сначала... Как называется эта установка? Бойлер у меня есть один. Насос, да, по-моему? Вот, насос. Насос там потребляет больше, чем ты можешь себе позволить. Если производит. То есть смотри, по производительности он написан. Один насос производит 1200 кубов. Ну да, у нас там... А-а-а, подожди. Ты меня отговариваешь от идеи... Я понял, что есть у нас... Он же в производе, да? Ага, тысячи... Всего 60 мы отдаем. Из... То есть вот эта штука... Потребляет, получается, всего 60. И ты мне говоришь, братан, а нафига ты так заморачиваешься? А поставь-ка ты... Это же бойлер, да? Рядом называется. Правильно? Это же бойлер. Еще один бойлер. Правильно? Вот. И к нему нужно сделать... Паровой двигатель. Правильно? Два штуки. Вот, один уже сделал. И вот так вот. Ах, твоюж... Как говорится, Морти, твоюж треть. Я забыл сделать отступ. Сам дурак, сам дурак, сам дурак. Понял. Это же можно забрать, по-моему, да? И потом сделать просто маленькую трубу... А у меня нет трубы. Мне бы тут маленькую трубу сделать, да? Вот так вот. Вот так вот. Чпоньк. О, хорошо. Потом взять бойлер. Сейчас я приближу, чтобы понять, что я это правильно делаю. Вот так. Правильно? Потом вот так. И вот так. Раз. Типа я стою сильно далеко, да? И два. Вот. И чтобы эта вся богадельна зашевелилась, мне вот сюда нужно вкинуть... Но! Это неправильно, да? Потому что вот... Смотри, как зашевелилась. Слушай, а прикольно. Да. Но мне нужно вот эту мех-руку сделать. А ее можно продублировать, что типа такое хочу? Как она называется? Твердотопливный. 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 Это манипуляторы, да? Так, подожди-ка. А ты... А я могу поставить электрический? Ему же будет хватать? Так, стоп. Подожди. А ну-ка, мне нужно... То есть он будет жрать топливо. Одно, да? Чтобы работать. А если перевести это все на электрическую схему? Не лучше ли так будет? Зачем? А тогда смотри. Я ставлю электрический манипулятор. Он жрет 400 ватт. Он не будет использовать... Ресурсы из коробки. Ну, доставать. Вообще, как-то это... А конвейер... А конвейер не может, да, из коробки доставать? Верно. Ну, я имею в виду, как в Сатисфакторе. У нас же они прямо оттуда по конвейерной ленте выезжали. Выезжали, заезжали там, да. А здесь так не получится. Ладно. Понял. Тогда все-таки... Манипулятор, да? Стрелочка это куда? Вот сюда. Вот так. Потом я должен поставить железный сундук. Благо, он у меня есть. Вот сюда. Потом я отсюда... Тырю... Как там? Шифтом, да? Какой-то другой. Нет, это слишком долго. Вот. Положил. Все. Ага. Ну все. Тут типа какая-то автоматизация уже есть. Так. А вот у меня вопрос. Выработка энергии. А что так? Угу. А что не так? У меня что-то нету эффективности. Почему нету эффективности? В чем? Ну, то есть, смотри. Я предполагал, что я буду забирать из насоса 60 на одну. Ну, соответственно, если я поставлю рядом второй... Сейчас. Я забираю 60 в бойлер. У бойлера есть еще выход, да? Для воды. Я поставил выход воды в другой бойлер. А он взял и в итоге 60 поделил пополам. Нехорошо получается. Все нормально. Нет, нет. Смотри. У меня насос кочегарит 1200. Один бойлер жрет 60. А если ты сейчас на него встанешь, то он желтый. У него написано потребляет вода и почему-то половину из 60. Почему такая ситуация происходит? Здоровье у всех все есть. Понимаешь, нет? Я понимаю. То есть, смотри. Грубо говоря, если я возьму и трубу вот так вот заберу, то он начнет потреблять 60, по идее. Но сейчас эта нижняя, понятно, встанет. Не встал. А почему? А что-то ничего не меняется. А почему? Что-то я тогда... Может быть, он обеспечения смотрит, как умный насос. Типа, обеспечение есть. Просто он почему-то из 60 потребляет всего 30. И поэтому, видишь, выработка энергии при доступной 900. Или мы просто не используем столько, поэтому, типа, столько не надо. Я тоже так думаю, что не используем, типа. Так. Надо где-то создать сундук. И днем положить лишние эти. На случай, если кто-то тебе зайдет, вот и будем взять. Я так. Вот. Вот. Может был прям патрон, наверное. Да, и видишь, потребление прям падает и падает. А если к столбу... А, он не показывает, да, сколько по нему сейчас электричество ползет. Я зайду. Угу. Тогда получается... Тогда таки вопрос. А надо ли еще делать такую же систему? И это на какой радиус? А это... На все 4. То есть, если бы вот этот вот здесь стоял... Да? Так вот. То он бы смог питать еще, если здесь 2 поставить. Это, конечно, непонятно. 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 У нас сейчас логистический, следовательский пакет разработается. Значит, электричества нам хватает, чтобы пока все питать. Вы у нас что там делаете? Угу. 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 Копаем 300. Ожидает свободного места. А, ну да. Согласен. Ожидает. А почему у нас тут так все... забито? Ты вернулся? Ты вернулся или это не ты? Хе-хе-хе. Я. Слушай, а, кстати, хорошую ты мне мысль подал. Такую идею. А давай-ка я тоже сделаю где-нибудь... И кину туда палку. Автоматы, пистолеты, броню, броню, броню. Броняка эта турацкая, вообще непонятно. Оу. Пулеметная турель. Это тема. Так. И патронов, получается, там нету. Значит, за ними надо что? Правильно сходить. Патрончики. А, а че тут все красное? Красным как-то запретить машинам заполнять часть инвентаря. Ух ты! А так можно, да? Ну, как видишь, можно. Глёво. он взял сразу сюда положила и нам сюда надо так чё это получается можно по оружию чем новое сделать можно дробаше какое-то сделать и а медь у нас далеко эти все товарищи у нас чисто на это да нацелены блины медь у нас далеко зараза я кстати вы тут что-то не дочинил надо дочинить все все починил там тут все в ресурсах я пойду это наполню что у нас электричество не встала а ну вот во время я придумал все пошло работать все Продолжение следует... Каменная стена... Да, это тоже хорошо. Так, а что у нас тут нового интересного? Пулеметная турель. Так, я где-то видел, что у нас очень много приходит... Это что? Это что? Ага. Так, ты сказала, что если встать... Так. Я могу... Я могу... А что я могу? Легко. Вот нам бы... Нелегко, а что-нибудь такое... Потяжелее бы броню какую-нибудь сделать. Дробовик. Так... Можно и дробовик сделать. Ты дробовик себе делал? Нет. Ну да, мы как-то на пистолетах, пулеметах тут нормально. Поехали. Поехали. Урона. Угу. Че, куда ставим? Ты у нас встречаешь, да, связь с общественностью. Это теперь так называется, да? Ну окей. Я отодвинулся. Так. Ну, зона поражения мне здесь нравится. В принципе, неплохо. Можно даже вот такую поставить. Она здесь нормально так защитит. Внизу только не защитит. Пойдет. Ладно. Заходим сюда. Магазин с урановыми патронами, бронебойными патронами. Какая красота. Ну только мы такое еще делать не умеем, да? Пока нет. Блин, печалечка. Да ладно. Че, обычными патронами тогда надо ее загрузить, правильно? Нет, сюда. Нет, сюда. Так, связь с общественностью налажена. Ну что, это довольно? Вот это частичная зона под контролем. Теперь... Ух ты, елки-палки. А здесь че везде написано, что электричества нету? А, ну, наверное, потому что действительно и нету. А, это потому что ты тут только строишь. Хорошо. А раз ты это строишь, значит надо это защищать, правильно? Угу. Угу. Так, ну ладно, давай еще одну турель поставлю, да? Угу. 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 Таким образом мы обеспечиваем себе защиту. Патроны, блин, медленно делаются. Они вообще делаются сейчас? Ага. У нас здесь. Пускай делаются. Ммм. Ты переделываешь логистику, да? Угу. Какой ты молодец. Ах. Угу. 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 Уж… 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 быстрый манипулятор вкусно фильтруюсь шин так-то тут прикольненько дерево технологий мотивация ой электроника мы связь с общественностью будем развивать или пока нет или пока логистику там все ааа бежишь ты чё лишь ты тут вы никого нет просто понимаешь я почему-то красная . а ты желтенькая но терракотовая и эти негодяи они что же красного цвета а Это как-то кривовастенько пошло. Раз, два, три, шесть. Тяжелую броню или патрону. Блин, тяжелая броня это конечно тема, но патроны как бы тоже хорошо. Скорострельность только увеличивает. Не, у нас же смотри, у нас есть скорострельность оружия, а следующий огнестрельный урон. Вот это тема. Огнестрельный урон надо? Да, она нам даст урон от пуль плюс десять и магазин с патронами бронебойными, урановыми, защитный дрон еще. Это то да, это че тут умеет? Скорострельность. Не, ну да, лучше урон. Да блин, все это надо, понимаешь, как назло. И все это красные вот эти вот фиговины, да? А я как-то видел, что их можно и самому делать, да, эти красные фиговины? Для этого нужно медь и железные шестеренки. Где-то я видел тут железные шестеренки. А, тут уже все уничтожено, да? Я понял. У меня просто нету железных плит. А железные плиты я сам делать не умею, правильно? Этого ты сейчас как раз делаешь то, что позволит нам... железная плита, берешь руду и делаешь все. А, ну то есть... То есть самостоятельно, да, можно сделать? Вполне. Ну давай я сейчас себя немножко поглощу ее. Позанимаюсь этой мануальной терапией. Какая она, в общем... Ты поняла. Каменная печь, стальная печь... Электрическая печь у нас даже есть. Так, это интересно. Стальной сундук. Ммм... А нафига я это все сделал? Ладно. То есть я, получается, самостоятельно, мне один фиг, нужно какая-нибудь печь, чтобы она встала и начала делать это все, правильно? Я, что ли? Ммм... А каменная, стальная, электрическая. То есть, если подвести к железной плите рецепт, она сразу делается в там, там, там. Кстати, вот есть электрическая печь. А мы не умеем еще, да, электрические печи делать. Это, я так понимаю, вот здесь должно быть. Пока не могил. А это ты что сделал? Под землю? Угу. Офига, это прикольно. я пойду Сейчас я не ту кнопку отткнул, походу. Я запускатель плавильный. Музыка играет. Кстати, а чё-то, кстати, музыка как-то стала громче, что ли? У нас на 30%, где там музыка? Всё, я на 15 сделаю, вот так вот, но так ещё ничё. Нормально. Так, я чё-то не понял, а ты на чём? На угле. А уголь где? Вот это? Уголь? Слушай, а чё-то почему-то вот эти вот товарищи не берут уголь с дальней? Почему? Он же должен брать уголь отсюда. Или он как-то может не в ту сторону стоит? А ну, приближу. А, или может ему нужно просто в него положить уголь, чтобы он просто хотя бы начал, да? Может быть. Просто я вот в соседний кинул. Ну, сейчас я вот такой... Чуть-чуть. Ой, офига себе. Я пока бежал тут уже, уголь начал появляться. Нет. Стоп. Так, ну они вроде сейчас все работают, да? Так, ну... Поехали. Я поедатель этих плит. Я так долго стоял и все 100 плит сожрал. По-моему, вот так вот можно нажать. Ну вот уже получше пошло. Не говори. Опа! Беда! А че такое? Че тут типа... Электр... Че? Вот... Нет питания. Пошел разбираться. Твою медь! Эм... А где уголь? Мне срочно надо очень много угля. Очень-очень. Прям максимально что есть. Может тут пока вроде хватает, да? На ленте. Все. Я пошел шорох наводить. Ща, ща, ща все будет. Я понял. Пока я там руками все делал... Ты автоматизацию притащил? Да. Шорох наводил. А че тут поломаны? Этот... В конвейер. А, так он еще и поломаны может быть, да? Так, ну все. Электричка есть. Подожди, а что это пикает? Пик, пик, пик. Это, наверное, на нас не нападают еще? Не видно. А, пик этот, наверное, этот? Локатор? Локатор, да. Обувь открывает. Ирина. Что заканчивается? Пластины. У меня если что есть чуть-чуть. Ну и медленная же эта фигня. Я про, ну, которая. Модуль. Ааа, так есть модуль ускорительности. Модуль скорости. Офига себе. Ну, по идее, можно сделать так. 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 Эмм. А что ты сделал? Домболь. Оно же работало. Интересно. Так, там. Ладно. А, это типа. А туда они как будут попадать? Это что же надо? Мех руки делать? Или как? Это прям фантастика. Да. Я даже приближу, чтобы посмотреть. в плане. Можно обманывать. ylеноседаурурурурурурурурурурурурую. нехилый такой кластер да получился да главное чтоб этих колбочек хватило но я добавил колбочек их будет достаточно чтобы закончить это там сколько 30 надо было ли их 50 сделал по моему ножа то штук 100 штук надо на карты изучается вот по 10 по 30 секунд не но уже как бы пошло так пободрее блин у меня там сейчас ситуация произошла и я на нее никак не могу пока повлиять зараза так у нас тут мятный кабель был не просто неправильно да неправильно я ничего не говорю это ты про конвейерную эту тему что ли правильно я просто не совсем понял что ты хочешь сделать но одна но выглядит прикольно вопросов нет но подожди а вот это вот зеленая фигня на карте в нижнем правом углу это чё такое то что-то что-то к нам движется или как уроновать а она правильно потому что мы типа развелись и поэтому должно быть мы с тобой развеечка продвинулись так это у нас паш полетела сюда чё у нас здесь и чё эта хрень не работает ожидает свободного места что-то как-то странно это мех рука работает медленно что она не заполняет полностью на тупом до двух что ли единиц только выкладывает то есть она не добивает но я вижу да что она так вот мне интересно откуда у меня рыба на шифроводе не знаю ты рыбак блин прикинь рыбу ловить можно я поймал рыбу фига шиньки мне нравятся классно слушая на рыбалку пошел будешь кормить я рыбу ловлю я я все выловил ну оставишься по нервам нажалить ты думаешь здесь настолько все грустно короче у меня 40 рыбы есть давай я ушел пришел может она опять появится чет не появляется он есть еще он плавает с этой стороны или чё если выловил все больше она не появится о ништяк так и чё у нас теперь есть нифига нормально сказать только нажал уже 27 процентов так я чё то это что подожди это мы сейчас урон до делали то есть у нас получается вот урон 5 плюс 0 5 физически и чё и запас здесь скорострельность дальнобойность 10 секунду стена делается из каменных блоков чё надо куда им стену влепить можно периметр какой-то для себя определить вот там где вода там получается а нам кстати дерево нужно в принципе пойду ландшафтным дизайном позанимаюсь или нам дерево не нужно как говоришь дерево нужно нам уже для чего то она еще нужно так вот здесь у нас была битва да насколько я помню здесь мы торжественно в первом эпизоде всех победили дальше я пока идти не хочу ибо ссык от на то опять по на вылазит так а почему у нас не едет а не едет это это у меня глаза не едут просто в хлам все уже забито так там была ситуация это нормально а там там Продолжение следует... Так, а давайте здесь поглядим, что у нас тут. Да не надо тяжелая броня. Кстати, довольно-таки быстро делается. Остальные инструменты... Такое все. Поезд для инструментов есть. Так, стоп. Что за звуки? Музыка просто опять поменялась, я надеюсь у нас все хорошо. Слушай, ну раз я за связь с общественностью, значит надо турели настроить, правильно? Конечно. Так, поехали. Значит это... Что, на всю катуху? Делаю три штуки. А у нас шестеренки где-то делаются? Пока нет. Это раньше, да, делались? А тут что-то как-то нас электричества не хватает. Так, связь с общественностью. Поехали. Защитить. Ощущаем. Лабораторию надо? Надо. Так, первая связь с общественностью построена. Теперь надо... Греново правда знает так, чтобы еще и... Давай еще. Да шо ж такое. Хорошо. А это типа надо выбрать следующее исследование? Да, выбирай что-нибудь. Давай тяжелую броню, ее быстро. Она прям, вообще прям, быстро-быстро, там всего 30 этих надо. Так, мне нужно с общественностью разбираться. Там я защитил. Ладно, пока. Вот это низ я, получается, не защитил, да? Ага, ну тут как-бы... Можно сюда поставить. Даже может куда-нибудь вот сюда. Ну, это понятно, но здесь помешают нашим изысканиям, да? Могу вот так поставить. Так, а патроны у нас еще делаются, интересно, или уже все? Делаются? Можно сделать, чтоб сделались. А, мне ж нужно зарядить пушки. Если я их не заряжу... Блин. Так. А, или у меня место в инвентаре типа закончилось. Ладно. По-другому поступим. Вот у меня две пушки, в которых нет патронов. Бум. Есть патроны. Вот пушка. Теперь и здесь будут патроны. Не понял. Дурак. Понял. Дурак бы не понял. Да, понял. Не дурак, дурак бы не понял. Тоже говоря, все. Тяжелая броня готова. Модульную я бы не стал пока делать, а тяжелую я бы сделал. Так, дай подумать, че нам. Че это так понеближительно? Можно остальной инструмент сделать. Он тоже быстро, в принципе, сделается. Только смысл, ну, это для ручной добычи. В принципе, за ураном бегать лучше с чем-нибудь посовременнее сделаем. Сделаем. Давай. Давай. Что ты хотел? Патроны? Давай. Патроны. Патроны. Патронов надо прям от души. Душевно в душу прямо. Прям просто вот. Пускай эту. Медленно эта мех рука, блин, работает, зараза. Сильно медленно. И быстро. Она как-то... Сейчас я тут чуть-чуть себе в карман набью, а то я выложил все. Тяжелая броня. 70 меди. 50 стальной балки. Ух ты, елки-палки. Остальную балку это же где надо делать? Главное в каком? Вот здесь, да? Каменная стальная печь, электрическая печь. Опять в печи и опять из железных плит. Смотри как пошло. Ни хрена себе. А че ты сделал? А че ты сделал? А ты поставил быстрый манипулятор? О. Другое дело. Мало пока патронов. Так, а вообще, кстати, надо было вот эту тему. Сделать. Этот. Расширить... Как его зовут? Инвентарь. Эта штука, стальной инструмент хорошо, потому что можно на зеленую метку сходить. Мне вот та черная метка сейчас интересует. Че-то взволновало, да? И звучит как-то, да? Так, черная метка. Торный метк это уголь. Не, ну надо же проверить. Да, и вот тут дофига. Не так что, ребят, что там. 570. Одна тысяча. Вот слева там есть почти 4 миллиона. Это ты на М нажал, да? Слева. Железная руда 1,3 миллиона вижу. Камень. Урановая руда. Нам нужна урановая руда? Я аккуратно сбегаю. Ты молчал. Сколько это? Че молчал? Да тут и тут стоит. Подожди. Подожди. Так это, если это урановая руда, это ж я буду подыхать, наверное, если я буду ее добывать. А ну? Верь. Все требуется, конечно. Требуется серная кислота. Короче, вручную я не могу, а серная кислота у нас делается? Пока нет. Пока нет. Пока нет. Ну и все, зато сбегали. Все, я теперь знаю. Че? Опа, я врага нашел. Ну как нашел? Чисто на карте. Ну давай сходим. Сейчас я только отойду. Хе-хе-хе. Да, вон они, сволочи. В принципе, далеко. Но если на урановую руду идти... Сколько тут? Ну, видят они меня. Мне плеваки вот эти вот сильно не нравятся. ВОСТОК... 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 Все, надо отходить. А че там, ты нападаешь? Да, чуть-чуть. Я бегу к тебе. Да. Ой, отхожу, отхожу, отхожу. Сейчас быстро рыбку, рыбка, 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 оп. И че, ну левая кнопка мышки, правая, левая. И как ее съесть? Ты рыбку съел, и врага полез. Все. Фух. Так, поехали. Атакую. Да, слушай, че-то они тут наплодились, прям успели. Так, я защиту снял. Не дать отхиливаться. А, на тебя загрелся. Сейчас. Оп, на меня загрелся. Давай, 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 отлично отвлекаешь. Максимально классно, молодец. Еще одну снес. Ай, на меня загрелся. Бей его. Зараза, зараза, зараза. Здоровье закончилось. Сейчас пойду, отхиляюсь. Рыбка. Рыбка. Рыбка готова. Пошел стрелять. А ты видишь, что ниже и левее еще враг есть? Вижу. Твое приложение. Ну, пойти влупить. Так же. Так же. Так же. Зайти познакомиться. Ну, как у вас там соседи в общественности делаются? Ой, че я делаю? Я, я протупил, сейчас, сейчас. Надо это обойти. На тебя идут. Бегу к тебе. Помогай, помогай, помогай. Перемога, подмога. Все, я этого забил. Надо вот. Оп. Так, так, так. Я лоу хп, лоу хп. Блин, опять сейчас. Рыбка, рыбка. Рыбка, рыбка. Рыбка, рыбка. Все. Тап, блин, свали. Да куда ж ты стреляешь, дуралей? Я ж тебе в другую сторону показываю стрелять. Рыбка, рыбка. Вынесли. Ну, или замечательно. Заморчательнее, я бы сказал. Я в трех соснах запутался. Бывает такое. а я бы по привычке провел нажимаем попали прыгнуть хочешь на пробел вроде тут чистый но году что мы видим я карту следует я вижу ты нашел пролёт причем много многочисленного да по идее можно только вот эту уничтожить а языки не обязательно убивать что они сделают как то что они плюются больно на базу не придут хрена смотрю какие дерзкие да его только заодно дерзость надо умер нет ты смотри ого я чуть не я еще рыбку съем я не могу я же за связи с общественностью как ты правильно сказал отвечаю поэтому надо полностью зачистить чтобы не было красных точек опа здрасте у меня тут по моему многочисленный враг один-два-три-четыре-пять ааа они на меня все загорелись ну поехали здрасте забор покрасьте так я их высадил ты мне придешь на помощь или нет я тут тоже пока этот тоже нашел блины плеваки не слушай я это пока наверно отступлю у них еще и горы пригорок надо очень хитро заходить то есть получается за зря патроны да потратил да у тебя там тоже не хило так то да тут бы что нибудь посерьезней медная руда я не успеваю пойти снять подмога пришла подмога по мне стреляет зараза подмога 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 закончить а я в какашку вступил подмога 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 с сравнись мы только что по его лицару нефть видишь розовый слева розовый слева это а прям сильно доль антон это на карту нажала сарая нефть так карту закрыть я 80 патронов или ты жди жди потому что там у них преимущество ландшафта из-за горы билет чего патронами это чё пачку выложить этот патрон и чё надо f нажимать а зачем так много скинул ой смотрю он сразу схавал их куда надо положил прикольно все ладно а зачем это все опять мне ладно хорошо 178 лучше не забыл да плохое место ты выбрал вот блин я в зеленке понимаешь зачем они делают и так вот подходишь к нему лоха п лоха п надо отходить отхожу так рыба не отхожу на регионе группируюсь перегруппировка да здрасте а я к вам тут на собеседование пришел от заразы еще одна плевака скотина надо плевак сначала выводить из строя но добивая куда ты а лоха п еще сдохнут блин у меня пару кубик просто просто пару хп отвечаю оба все починил персонажа фу все пошли выносить этих я буду получать удовольствие от того что я буду просто расстреливать но я думаю собеседование проведено успешно подожди тут же рыбка плавает это ж можно порыбачить тебя как со здоровьем можно от рыбку половить я рыбку а как скидывать из инвентаря убираешь ну в принципе вот эти все товарищи находятся далеко да и как бы приходить они в принципе да будут приходить но мы их далеко довольно таки отодвинули если уж на то пошло ну вверху там непонятно блин сам этот достает а там рыкарка че тут рыбуши половлю все так ну здесь как бы сложно я так понял что если что я медная руда 3 8 миллиона нормально так но я тогда пока не вступаю да ни в какие отношения несколько маленькие то чтобы нет а только я сказал про отношения и случайно мне даже на карте не нарисовано то есть черная . 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8 нет это я считаю что это огромная фигня и туда нужно точно вдвоем идти потому что непонятно сколько плевак там еще ладно итак у меня вопрос по существу мы еще что-то очень сверху посмотрю да давай активе туда пойду низ так прям на черное море похож на карте как он забавно по песочку бежит я бежал наверх в итоге на базу приближал на справа сходи посмотри что там есть продажи да а шоу дуэта базу мало маленького Нормальный такой марш-бросок получился. О, рыбка. У меня патруль на всех не платит, мне кажется. Это автосохранение сейчас было что-ли? Спасибо. Так, нашел вроде бы маленькое, но плевак тут. Или тут одни плеваки? Ого, опасно. А как они меня... Ну, короче, они меня замесили. Тут надо с чем-то посерьезнее идти. Блин, хотел же закончить. Ай, давай на этом месте закончим. Да патрон кончился. Там еще остались. И, возможно, сейчас побегут на нас. Они могут на нас побежать? Они могут все что угодно. Хреново. Хорошо, я тут оставлял место для того, чтобы... лёгкая броня... Лёгкая броня такая шляпа, если честно. Тут броня такая лёгкая, да? А, так мы можем еще и зеленый делать. Давай зеленый спиль делать еще. Блин, подожди, я тут что-то натупил. Так, все, тут готово. В смысле, зеленые, это что ты имеешь в виду зеленые? Патроны? Колбочку. А, ну да, их надо теперь две. Мы же там одинарные все сделали. Чё с патронами? Патроны только обычные, да? А по оружию мы еще что-нибудь можем поинтереснее сделать? Только нет, надо зеленые колбочки делать. Да, нужны зеленые колбочки, без зеленых колбочек. Ну, ну да, у нас получается... Магазин с бронебойными патронами, вот это тема! Вот только почему-то нужна стальная балка. И граната, вот граната вообще тема. Ну, смотри, мы уже полтора часа тут движ лютый наводим. Надо идти забирать тогда свои пожитки. Блин, а это почти нереально их там, они просто там... А, это я еще и как дурак без рыбки. Да, рыбку половить. Ловись рыбка. Не без рыбки. Большая, маленькая, всяческая. Тут много рыбки. Там просто еще время дают на то, чтобы забрать свои пожитки. Здесь можно было на кнопку назначить, сожрать рыбку. Можно так сделать? Ну, вниз опусти наверно. Че вниз? Ну, панель. И если я нажму один, че будет? Че? Ну, вот я вот вниз опустил. А, ну, она у меня получается в быстром этом вызове. Да, вот это, конечно, было очень зря туда прийти. Знал же, что так закончится. И я не уверен, что я сейчас вывезу это все в соло. Там надо хитро. У меня бы тяжелую броню, там че-нибудь такое. Погиб четыре минуты назад. Осталось времени десять с половиной минут. Можно делать более патронистые патроны. Как тебе? Более патронистые патроны, это вообще, это прям моя любовь. Понимаешь? Фига не издалека меня уже видят. Двоих я вынес. Троих вынес. Зараза. Ну, а тут по-другому никак. Брони нету. Как дурашка, блин. Не знаю, смогу ли я подойти. Давай, короче, беру патроны. Ты все забрал, да? Ну, а мне как идти отбиваться? Ну, забирать свое, так сказать. Отобьюсь, вернусь, отдам, как бы. Все, я вооружился, побежал. Там чуть-чуть осталось их добить. Но у меня, ну, как бы, не хватает, кто-то бы сказал, скилла. Ха-ха-ха. Почти военная промышленность. Следовалось, можно будет делать гранаты и патроны по силе. Да, это тема вообще, я этого жду, как... Они так называются, бронебойные. Вот, с бронебойки это будет вообще просто урон лютый. Блин, а у нас что, новые товарищи справа на карте? Видишь, красные точки? Это они к нам приближаются, что ли? Их же здесь не было. Может, видимо, не открыто было? Нет, я когда ходил, ничего не видел. Ну, возможно, я не замечал просто. Радар открыл, скорее всего. Пару радаров слился. Вот казалось бы, нахрена я туда иду. Просто зачистить территорию. Провести соцопрос, там, анкетирование, интервьюирование. Все как. Где радар? А, вижу. Куда ты что? Оп. Стальной балки делается. А-а-а... Уходи. Уголь... Ограды можно наделать. Ух, эти пятерки. Ограды, встают ограды. Так, ну что, у меня этих козли-фуфинов осталось не так-то много, да? Понимаешь, они лупят дальше, чем... То есть, они прям молодцы. Так, я все свои ништяки забрал. Но главное не сдохнуть. Давай рыбку. Территория зачищена. Нормально. Так, вот я как мудак стою вот здесь, да? И что я теперь могу сделать? Я могу бронебойные. А гранаты, что? Уголь, а у меня угля нету, как назло. Был бы уголь, я бы их гранатами... Ух, я бы... Я бы... Ух, как я бы им как навалял бы, да... Короче, стальные балки надо делать. Чтобы делать стальные балки, надо исследовать стальную промышленность. В смысле? Они у нас есть, вот они. Стальная балка, делается каменная печь, стальная печь, электрическая печь, железные плиты. А у нас есть каменная печь? Ну, вон их куча у тебя стоит. И каменная печь, по-моему. Каменная, это самая обычная, самая базовая печь. А, да? Конечно, мы все можем. Вот, хорошо, я воевал вот за этот вот кусок. И нахрена? Ну, хоть порыбачить, что ли? Не знаю, вот. Ну, отвоевал за то, да. Все. Отлутал. Все, бегу назад, надо загружать весь этот беспредел. Мы на тех товарищей, которых я еще нашел, нападаем или нет? Мы нападем. Потому что близость мне такая вообще не нравится. Ты совершенно прав. Это слишком близко. То есть я сейчас ходил дальше, чем вот они по отношению к базе находятся. Это прям сильно неправильно. К базе, а красным пятном. Да, это огромное красное пятно там, походу. Слушай, а может там действительно надо что-то посерьезнее сделать? И с чем-то посерьезнее на них идти? У нас скорострельность увеличенная. Увеличенная. Дальнобойность увеличенная. Мы же все, да? Все, что можно было. Что могли сделали, да? Продвинутая металлургия. Военный исследовательский пакет. Да ты пока... Блин. А поезд для инструментов не хотел бы ты улучшить? Ладно. У меня что-то не забит. Сейчас кто-то патрон по полу. Усиленная взрывчатка, взрывчатка для скал. Так, по поводу патронов. На самом деле, где я? Вот если ты ко мне придешь, я тебе могу 200 патронов загрузить. Ну да. Даже ты знаешь 400. Пойдя, шикую. Шикую. Даже если сделать типа вот так. Да не, пока у меня 130 есть, но... Мало, мало. Так, ты мне как-то говорил, что... Давай я к тебе навстречу. Не надо, Боря. Звусторонний, кажется. Подожди, ну а как мне тебе патроны ж надо выдать? Стой. Скажи. Ладно, есть пока. Если что-то идет. А че я беру патроны, в тебя тыкаю, а мне ничего не происходит. На землю надо из-за этого нажимать. Пошли. Ой, блин. Пошли. Да, понял, да. Так. Ох, охренеть их сколько, а? Ну ты первая волна. Защитников надо лупить. В первую очередь. Вот че. Не спалили. Да нет, че. Вот этих плевак положили и все. А это уже дальше так. Изи пизи начинается. А ты че там такой... Это что ты такое делаешь? Буран кидаю. Кого? Гранату. А у нас... У тебя есть гранаты? Да. Ой, у меня тут персонаж без рыбки. Голодает. Пошпились еще вот, спросите. Да вижу. Ого. Дело, че они сделали, а? Я морской озорной плевак, а... Блин, верхнюю надо было добивать. Успею, 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 успею. Ой, ой, ой. Лоу хп, лоу хп, лоу хп. Ухожу, ухожу, ухожу. Иначе сдохну. Подожди, сейчас приду. А, вот я умер. Блин, бро, прости, пожалуйста. Да ладно, это я сам. Так, только я тоже сейчас могу накосячить. Зачищено. Жду тебя. А где твой миленький трупик? А, вот он, вижу. Все. Я стою рядом с тобой. Можешь вообще голым бежать тут? Все, че? А я голым бегу, ну, в смысле, в каком-то экипировке. Нифига себе у тебя. 1900, это, 277 меди. Да ты не хило так, это. На шпигол он это пошел. Так я же разбирал. Ну, короче, ты молодец, я вот че хочу сказать. Там Миша спрашивает. Да, вижу, вижу. Закругляемся, значит? Да. Все верно. Опять на ноте диалога с общественностью. Да, слушай, ну, тут такая игра, потому что этих товарищей реально дофига, и я так понимаю, что если бы это была реальная жизнь, да, вот, и мы вот в такую вот ситуацию попали, ниже, ниже, ага. Мы бы не выжили, потому что если они вылазят наверх... Ой, мне показало, сколько ты всего забрал, хе-хе, прикольно. Вот, я к тому, что это значит, они живут под землей, а это значит, они, ну, как бы, там их очень много, раз они могут там жить. Вряд ли они живут под землей, они, скорее всего, какие-то пещеры просто. Потому что если бы они жили под землей, то бы постоянно вылезали из разных мест. А здесь просто какие-то улья. Ну, ладно, хорошо, но я к тому, что у них преимущество, что они могут свалить под землю, и это было бы реально тяжело. Это было бы прям как в фильме, вот, в том, помнишь, из 90-х, про этих... Ой, подожди, мы вот этих товарищей не зачистили, или мы их не будем трогать? Да, пока пусть уже будут на следующий сфере. Ну, там много. Давай, посмотрю, насколько. Ну, да. Ну, нужно какие-то серьезные вооружения вооружаться, и... Ну, сегодня мы сделали электричество. В день энергетики сделать электричество, мне кажется. А че, сегодня день энергетики? Да, да. Я просто... Блин, так это... Я поздно говорить. А че тебя, а ты меня? Ты че? А я че, я же энергетик, главный специалист. Из Кубани Энерго. Был. Три года. Блин, так это получается у отца сегодня праздник? Вон, 33 года. Теплоэнергетик. Или сколько? Ну, в общем. О, сейчас пойдет изучение карты. Вот так. Продвинутая металлургия. Уф. Так, ну что, я прибежал к месту, куда мне надо скидывать хабр для, так сказать... Это не надо. Это не надо. Было весело. С вами было весело. Мы пошли домой. Ха-ха-ха. Так, давай. Скидываю стрипов. Останавливаю пистолетик. Так, скидываю еще эти. А, лишний пистолетик тоже скидываю. Жесть у меня тут, конечно. Рыбка есть. Насос для воды есть. Ну, все. Я так увидел сейчас сохранение. Да, было. Что, я думаю, на этой замечательной ноте надо прощаться с нашими замечательными зрителями. Ты меня поддерживаешь? Да. Ну что ж, вот такой вот у нас, товарищи, второй эпизод. Мы нехило так пообщались с местной живностью. Провели, так сказать, интервьюирование. По результатам оказалось, что интервьюируемый оказывает нехилую агрессию и вообще как бы не склонен к дружелюбию. Поэтому было принято решение максимально зачистить, обезопасить территорию. Вот. В принципе, сегодня нехило. И много всего поизучали. И много всего зачистили. И понаходили. И карту пооткрывали. Вот. Ну, не знаю. По-моему, очень позитивно. Мне понравилось. Вот. Ну, а что... Отлично поиграли. Да. А что вы по этому поводу думаете? Как всегда. Вы знаете. Там вот внизу. Внизу, да. Вот там вот. Прямо вот там внизу под видео. Там есть комментарии. Можно там прекрасно пообщаться. Обсудить. Как вам можно. Тоже играете. Вот. Может, тоже что-нибудь посоветуете. Может, что-то мы еще не знаем. Не видим. Вот. Хоть вроде какой-то опыт выживания имеется. Но, тем не менее, за хорошую подсказку всегда плюсик в карму вы получите. Вот. Также не забывайте подписываться на канал, ставить колокольчики, прожимать лайкосики. В это тяжелое время меня это, как минимум, мотивирует и поддерживает. Вот. Ну, а также, если захотите вдруг помочь финансово, материально, то в комментарии к ролику будет сказано, как это сделать. Ну, а на сегодня это все. Как так-так-так. Всем пока-пока. Пока. Пока.